17 стих. И далее Господь во время этого обеда беседует с учебниками, а вопрошает Петра. Прежде один и тот же вопрос, сколько толкования на это? Это как бы вращает трехкратное его отречение в завеке Афы. Я подумал, ну что же здесь для нас? И стал рисовать схему, исследовать, значит, решил увидеть наглядно. Спрашивает, любишь меня? Ответ, да. Ну а что ты мне дает? А что я люблю тебя? Паси, кажется, моих. Паси, я написал, нарисовал, овечки идут. Второй раз, спрашиваю, вторая картина, а любишь ли ты меня? Вообще-то сам по себе вопрос как-то нескромно у людей. Любишь ли ты меня? Так говорят только влюбленные, близко знакомые люди. Хотят получить ответное, кто любит. Вот так Господь с нашей душой обращается. И опять, спаси, Овец, моих. Любовь, пальба. И больше ничего нет. Господи, ну если я тебя люблю, ну ты скажи, чтобы я душу отдал за тебя, как ты за меня отдал. Ты же по любви отдал, так возлюбил мир, что отдал сына свой единородный. Так в этом все и заключается в пастье. Я решил туда-обратно, переворачивая эту картинку и смотреть. А если я не пасу, значит никакой любви нет. Это очень просто толковать-то. Если священники не учат народ, где ваше любовство. И так любовь определяется только одним Господь, как спасешь ли. Я сын пастуха, отец на 40 лет пас. Последний год уже частные коровы. С 5 лет я на поле. Хотя и раньше ходил, но 5 лет я тоже настоящий пастух я был. Уже километром за 5 от деревни угоняли, обратно за пищу к отца усыплю, что уже идти не может. А сколько днем заворачиваешь. И я знал, что наш отец Божьей милостью пастух. Он смотрел по солнцу, шаги вымерял от тени, какая тень. Когда гнать куда, на какую траву, когда напоить. У него овцы заросали салом, как свиньи. В других районах лощу тайно привозили, чтобы возьми, чтобы не кости, кости не то дома. Кабрахи разные, даже неизвестно откуда привозили. Мала не ушла. Добрый пастырь полагает душу свою за овец. И мы вспоминаем, как потерявшуюся отцу с фонарем керосин горит. Мы ходили по полю искали. Я тоже с тобой это искал. А собаки бегают, могут разобрать. Утром отец всех 1200 овечек поднимет. Посмотрим, плечо-то хромает. Ребята, ну-ка поймайте, посмотрите. Ильонка мать не принимает. Молока нам нету, а с аромал чужих овец он ремнет будет кормить. Ни один не будет побежать. Добрый пастырь, я в своей семье это видел. Что такое пасти? Это много заботы. Иаком говорит, я не смыкал глаз. 14 лет, когда пас у лавана овец. Пропажа была она на мне. Ночью холод, меня морозит, днем жара. Непогода, все скрылись. Пастух никуда не скроется. Им один, до резиновых сапог не было. Плащей таких легких не было. Все на нее было. Он там прожаривался, снова мочево просушивался. В посте вес не просто так. У меня была переписка и такая, с накалом. Был такой, считает, что он богослов. Отец Лев Лепедев, он кандидат богословских наук, принадлежал в зарубежной церкви. И он на меня нападал за славянский язык, он был, а я за русский. Я за то, что была проповедь. Он говорит, только пещенники могут. Я говорил, за то, что присягу не принимать, а служить, на тяжественной основе. То есть расходились в чем-то это. Я говорю, ваше рассуждение потому, что ловцы гибнут, а вы их не любите. Я не ждал, какой реакции. Он во всем против, понимал. А тут сразу с ним, у меня его рукой написанное письмо. Он говорит, да, тут я ничего не могу сказать. Я могу только голову платить и плакать. Мы не любим овец своих. Это говорит священник. У него большая практика была. Да, овец мы не любим. Определить, любишь ты или не любишь, Бог поставил определитель. Пости на какой пажите? Кто сегодня проповедует? Посмотрите. Приходят в речи в Мознесение, проповедовали в Невхольском? Нет, не проповедовали. Приходят в Покровском, проповедовали. Речь идет о тысячах людей. А вот тут, что есть от тебя сама служба проповедь. Проповедь, да непонятно. Я буду принимать ваше же слово. Но не понимают люди, они ничего не знают. И делаются добыча всякого зверя. И вот, что я нашел в Слове Божии. Об этом говорит. Пости – это перегонять с места на место. Не стоять. Вот против Слов Христа, все монашество в течение 1700 лет моего глава. Пости, а не загонять и держать в Атаве, в загоне, называется Кошара, где держит анышек. А пости, не за монастырскую стену. И мы сейчас это увидим. Прямое нарушение было в заповеди Божьей. Притом Бог строго взыскал. Строго, очень строго. Более строгих слов на верующих никого нет, как на пастырь. Бог говорит, вы же у глаз не правы. А то у меня руку тебе правы, которую ты благословаешь. И прокляну твои благословения. Если ты не будешь спасти овец моих. Я уже проклинаю ваши благословения. Ты еще машешь рукой, уже ничего нет, а то проклятие идет. Малаша, вторая глава. Это Бог ей голос сказал. Бог самолет. А где выход? Любить. Ты любишь меня? Я решил узнать. Благодаря компьютеру теперь облегченная работа. Я... Машина не может выдать. Там слово любить всякое встречается. Я тогда начал по падежам, во временных формах, сидел, собирал, собирал и нашел 513 раз говорится любить. 513. А по сей лет моих 13. И вот это все сводится. По сей это означает любить. А люди сегодня любовь говорят, занимайте любовью. Вот вы что-то даже не догадываете. Это означает грешное, преступное, смертельно опасное совокупление. Это спирт, это разные генерические болезни. Слово заниматься любовью имеет сегодня только один смысл. Вот это все понятно. Это развод. А заниматься любовью это означает жить во Христе. Это жить в любви Божией. Заниматься любовью значит Христово дело нести. Я с любовью делаю, пасу своих овец. Я с любовью вам пищу приготовлю. Я сегодня делаю голубят, работаю, а у мам все здесь. А что я их накормлю? Что я вам дам? Я передний пастырь. Я сегодняшний сторож, потому у меня минимальная пенсия. Я сторож. Я не священник. А мне забота этих голчатных обметь. Всю неделю собирал, вот у меня конспектов. Книг сколько? Чудесных книг. А на это смотрю, что в прямой связи между любовью никто не указывает. Почему не указывает ни за того с никто? Это знак равенства. Любишь? Паси. Второй раз любишь? Паси. Я не скажу себе, ты мой жених пасешь, может сказать, что ты любишь. Кто пасет? Пасет это надо знать каждую отцу. Паси это забота о ее здоровье, о болезни, о ее росте духовном. Чтобы она не замерзла, чтобы волкова не была растерзана. Она принадлежит пастору своему. Где пасешь ты, Владлюбленный мой? Песнь 11 глава 6 стих. И первая была. Где? Вернее, 1 глава 6 стих. Владлюбленный мой. Он пасет между линиями. Вот где он пасет. Он пасет и между заповедями Божьими. Он пасет среди срок Писания нас. Это его Божественное линии. Он пасет нас среди святых своих, златовулцев, пророков, Серафима Соловского, всех, которые подрубились для Бога. Он их страницах пасет нас. Вот что в этой таинственной духовной песне письняет. А как он пасет? Вы не думаете, что он только ласкает, каждое вечно за ушами чешет Христос? В Откровении 19 глава 15 стих говорится, что он пасет их живым железным. Кто не слушается, у меня самое большое наказание в лагере за непокучных, если мы отчистым и не разрешим приезжать. Правда, мы даем еще и год, что от двух священников, если будет когда-то, что правильно с ним он ходил, посещался и прочее. Но не часто такие случаи бывают. И Господь нас отвергает, да не насовсем, дает нам быть пяти милых через священников через какие-то годы. Но можно снова быть свежими и снова посещаться. А если священник подряд нет оглашения, как крещение любого, он не пасет их. Просто не знает, где ядовитая трава, они не подготовлены. Ну маленько мы идем, куда сухари? А Павел говорит, «Вах, мы же молоком кормим». Квердая пища свойственно совершенным. А до совершенства надо доводить. Совершенство – это человека, который разбирает правое и левое. И Евгений говорит, что 120 тысяч не разбирали правое и левое. Да, Бог ответил пророку Ионе. В 1-й книге Сан-16 глава, 11-й стих, говорится о удивительном моменте, когда во всей вселенной не нашлось человека, готового принять от Бога жертву правления над Израилем. И, наконец, Бог избраннику Самуилу Пророку говорит, «Иди в дом Иисея, а у того с ним сыновей». Красавцы, мужчины, один за другим подходит, и отец надеется, «Этот, нет, не этот, но там еще шестеро, второй, и, наконец, все прошли». Нет, Бог никого не избрал. А еще есть, но там один пасет. Он, оказывается, руку набивает на пасбе Израиля. Он учится. Он его даже не число этих бастиновей-то не поставил. Он говорит, «Ищите его, зовите его». Его сразу показал, это избранник мой, пастор Израиля. Чудный пастор, он посет нас через священные псалтыры. И эту псалтыр считают, которые эти сегодня в католических монастырях. Иезуицы считают, старообрядцы считают, всех толков, беспаковочные считают. Святанты, еретики православные, все. Но вот какой пастор нас спасет? Почему? А он любил Бога. Он падал, опрокидывался, перевертывался. Да на ущелье скатывался. Но за любовь его. Он любил людей, пас Израиль. Он соединял его. Он расширял территорию Израиля. Он предоставил будущее нам. Там, в пещере, он писал псалтырь. У него тема была одна. Мой Иисус. Мой Бог. Он в Боге знает, что придет Иисус. Какой пастор мой. Он покоит меня на дворечных пасторах. Я говорю, если пастор покоит, а я пастор играет, он должен также покоить. Я должен истреблять нечестивых. Заботиться, чтобы судьи были хорошие. Депутаты подрядовшие. Все было заферации на своем месте. Вот какие пасторы. Ведь наш президент, он практически гарант справедливости должен быть. Гарант Конституции, которая о хорошем заботится. Но если Бога нет, он нечестивый этот президент. Нечестивые такие же у него и служители будут. Так говорит нам премудрый Соломон. В первой книге Царств об этом мы прочитали из песни Писней 2.16. Что он посыл между линиями. А он после 11-го и 1-го стильного этапа. И прям подсчет ветер. И каждый день умножает ложь. Я прочитал, у меня мысль такая. Целька патриархии это можно сказать. Там нахер сходится. Когда меня спрашивают, что такое московская патриархия. Один-то, я обращаю ложь. Двумя, всегдашняя ложь. Тремя, фатальная всегдашняя ложь. Когда были нибудь, где были выступали. Что бы ни говорили, непрерывная ложь. Это прямо сибирский. Когда мы приходим, они клещут на нас. Они каждую славу извращают. Показывают Писание. Они будут непрерывно. Пасут ветер. Россия будет пожинать бурю за плоды этого. Вы же сейчас об этом в Левом доме где-то высчитали. РПЦ селит ветер, а Россия будет пожинать бурю. Вот это натравление друг на друга. Какое может быть сегодня объединение существует? Они нас терпеть не могут. Они нас изологически не переносят, когда мы приходим в них к храму. А мы не те, которые не ходят. Батюшки Левом, по вознесению наших всех отдельных храм московской патриархии. Мы при них не чужие. Мы отторгаемые имя. Они нас не надели. Это не сектанты, как угодно нас называют. Это полетарные сектанты. Мы ничего не делаем. Но парень слостов вышел на улицу, за жажда, и сказал во Христе, как они подскакивают сразу. Они хватают нас. Они говорят, что мы должны изничтожить. Почему? Народ не знает пасты. Пастыщи, что он отправлен. А если мы знаем, мы к ним должны, ну, дать, наказать любовь. 24 глава, 2 стих, книга Левого. И книга эта, не могу говорить о страданиях. Что отнимают в стадах, перегоняют к себе. Вот это вот перетягивание. Отнимают храм, борьба за храмы, отнимают люди, переходят. Бог это осуждает. Это ничего не даст. Наших священников иногда приглашают куда-то. Тоже бывают. В училище. Вот сейчас приезжают из Чечни. Ну, латарьский благощинный приехал. А то полковые священники указают. О, где-то надо быть. Это пустя ветер. Сначала нам надо обратить людей к Богу. Пригласите меня на проповедь к вам. Приходите к нам на занятия в университет. А тогда вам уже Господь откроет. А священник, он не имеет антуажа, не для пропорного только. Пришел бы, осветил какой-то клуб или собрание людей. Это ничего не даст. Пока человек сам лично не сетится с Богом. Каждый. Пока сам человек не полюбит Бога. Пока он не примет и не полюбит пакту свою. Пришел бы на 10 главе 21 стих говорит так. Уста праведного пасут многих. А глупые умирают от недостатка разума. Пасут многих те, у кого в сердце Слово Божие. Они знают, что сказать. Не просто сказать безответственные слова. Книга пророка из Виклии, 34 глава, 2 стих. Господь избрал пророка и говорит. Извлеки пророчество на пастыри Израиля. На священников. На пророчество. А так что будет с ними? А что будет-то? Вы же священники. Ясно, что будет священник. И народ это. Он говорит, нет, горе пастырем, которые посли сами себя. Ты верующий, ты добился на вершину, отшельник, молчальник. Кто угодно-то, ты послешь сам себя. Для кого же монах сам себя посет? Это антиевангельский путь. Совершенно антиевангельский. Господь говорит, я на вас. Вы посли сами себя не страдали, должен пасти пастырь. Все-таки понятно. Вот пастырь сюда пойдет. Ваш-то для себя лечит. Да кому ты нужна такая? Ты меня лечи. У меня зло болит. Шапот, я тебя не должен катать. А пассажиры бести надо. И все время везде для кого-то. Наши таланты ценные тогда, когда они на кого-то направлены, таруют и так. Обогащайтесь талантами на пользу ближнего, первого послания коричневого. Вот тогда в этом пользу. А как умножать? А кто же сейчас давать? Я тебе сказал, ты дальше нефиг. Все, я уже не ответственный. Не дремли здесь хранить. Ты пришла полечить. Я тебя загрузил по самому завязку. Все, а может священнику пойти надо будет? Пойди. И третье слово, третий стих говорит. Вы, священники, ели тук. То есть священники всегда живут. Лучше намного пасту своей. Это у нас десятина. Та даже нет. А там торгуют торжеще. До тысячи процентов и более. С того, что дает соклина, что они продают. А кормленных овец заколали. А оставили же не родили. Овца оставили на расхищение. Тридцать четыре восемь. Без пастыря овца мои делали с пищей всякого зверя. На том, что если одна овецка, овец священник. По моей недвежности погибли, если жизни не хватит. А откуда же столько сет? В одном Новосибирске уже пятьдесят общих открыли. Невпятидесятники. Я не могу забыть слова Феопана Заборника. 1860 год. Поколение это 30 лет. Больше нет поколения. Это дальше уже новое благородание. Много, одно-два поколения. Православие за сию исчезнет. Я не могу забыть, что это был же пророк Феопана Заборника. А если настоящий пророк, значит не настоящий православие. А был и дух. Если правы, мы не прав Христос. Спаси правы монахи, не прав Христос. А потому что совершенно противоположные. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте. Запечатали, проиграли Россию. А в это время большевики аргитации занимались. Я вам говорил в прошлый раз. Сейчас напечатали. Пакты. Парахлавные. Очень хороший журнал. И там говорится о том, как проходило заседание 17-18 года. Прошлого столетия. Когда еще собор не кончился, а уже тихо, но пошли. В Каменальнике. Там Владимира. Отсказали, что камень митрополита Киевского убили. И он говорит, что одному из кратномельцев говорит, что же вы делаете ради того. Он говорит, а почему же вы нас не учили? Я ходил в гимназию, я ничего не дал. Почему вы нас не учили? И опустил в гимназию, я говорю, и пошел. Почему же не учили-то? Пастори не себя должны пасти. А должны пасти и весы. Итак, во второй книге Санн, 7 глава, 7 стих. Господь назначил тебя пастором народа. Это говорит Давид, он был не священник. Он писал, что он из 9 глава, 7 глава, 9 стих, говорит, сказал, что они должны знать учение не только свое, а должны знать, как подойти к тому же адвентисту, к тому адвентисту, как мы ходили на их занятия. У нас есть люди из бакфистов, пришедшие, ставшие священниками, благощинными. Это при дорогах. Не просто замкнуть в себе, как старовер, я знать никого не хочу, и все, никакой живой веры-то нет. И никакие реформы не надо сдаваться. Вот мы, по милости Божьей, остановились на этом. Есть на русском языке, чтения Библии достаточно нам. Хотя были попытки, я об этом пишу уже, а приостановить всякое движение, только следовать за Господом. Иеремия 3 глава 15 стих говорит так, дам вам пастырь и пастерство, который будет пасти вас сознанием и благоразумием. Вот таких пастырей надо нам, чтобы пасти сознанием. Я спрашиваю Господи, а какое же у них должно быть знание? Ответ один, знание Писания. Не знаешь Писания, зато, говорит, нарушаешь. А дальше нарушаешь, погибаешь, на красный свет едешь. А погибаешь, будешь в ладу. С сознанием. Значит, пастыре нужно готовить уже с детства. Детей приводить к священному Писанию. Иеремия 23 глава 4 стих говорит так. Итак, пастыри не будут бояться и пугаться. Пастыри сегодня многого боятся. А все же в прошлые времена уполномоченной регистрации отберется, где сказать, если проповедь написал архиерей сначала уполномоченному и прочее. Бог говорит, помоли там нашим гордо смелых пастырей, которые не будут бояться. Они смело будут по Слову Божию смотреть. Наглядьте эти отсутники, которые от нас ушли, они там свое дело делают. А один из старой веры возьми и обратись где-то и говорит, а почему у нас Евангелие считается спиной к народу? А ему сразу, ты никогда не додумался, это от Игнатия-то получился. То есть считает их такими заржавленными железками, что вообще у них ума нету. Да кому непонятно, Евангелие-то считается, мне должно считаться. Ну, за ним Греческую церковь, лицом к народу. Кто это придумал, взаимол священника туда? С чего разве-то туда? Письмо мне пришло. Во звание мне. Ну, даже приемных и телевизор, ты же туда не поворачиваешь, что к стене-то. А чего ты смотришь, а здесь считаешь, что тебе не надо смотреть-то? Итак. Захарий 11,2-9,3 говорит так. Тогда скажут, Господь, за ваши грехи я не буду пасти вас. Вот где горе-то. Умирающее, пусть умирает. Гибнущее, пусть гибнет. И пусть поедает плоть один другого. Нет, говорит, Боже страшен о канаре, как Бог от нее весовость и разум. И вот если люди не загодятся о истинных пастырях, то Бог отнимает всякое желание. И они не будут ничего понимать. Только на каждом, чтобы Батюшка благословил, Батюшка благословил. Мы их призываем на занятия. А вас, Епископ наш, благословил. Бога нету, вообще никакого. Мы каждый раз это слышим. А наш Епископ наш Богословил, чтобы на улице кому-то рассказать о Боге. Меня Бог Богословил. Где? Но я когда уверовал, меня признал учеником Христа. Я когда считаю Священное Писание, оно написано ко мне, и не к священнику только. Ему-то, конечно, тем более спросится-то. Видите как? Вот встали пастыри на место Бога. Батюшка благословляет, а вы еще будете благословлять? Он этого и не знает, он не будет благословлять. Мы не баптисты, чтобы кому-то говорить, чтобы они с Библией носятся. А вы православные, нам достаточно, чтобы здесь только благословлять. Разорвать этот узел. Мы сами выходим. И священник от себя завел. Батюшка, пошли с нами вместе благословить. Чтобы храм Божий наполнялся новыми людьми, мы будем пасти при дорогах. На высоких холмах, пророк говорит, это трудные места в Писании. Мы берем все заблуждения. Читаем газеты. Какие выступления вы приносите? Смотрите, сколько у нас всего лежит на столе. Мы не боимся этих холмов, что сорвемся с ним. Мы знаем крепкий яхарь, святая православная церковь. Это движение, это сила, совмудрие, крепость, мужество. Мы все в ней находим. И чтобы пасти правильно, нужно ходить за своим пастырем. А лосы мои, Господь говорит, знают голос мой. И за чужим не пойдут. Поэтому не надо хвалиться о том, что мы христиане. Христиан без любви не может быть. Все пустое звукости любви не имеют. Немного звучащих. А узнать, что ты любишь, как пасешь. Любишь? Паси. Агнис это маленький только приходит. И два, что-то узнали. Лосы, это уже такие были в храм, давно многое знают. Итак, ты паси. Ты не просто трепетишками там на работе возишься. Нянечка. А ты и нянечкам говори. Ты не просто торгуй там селезкой. А ты всем расскажи, что люди это рыба, на которую Бог забросил все. Ты не просто пенсионерка, которой любишь порядок. А расскажи, в каком порядке Бог в нем народ свой. Как погодал им его чудный сосуд Деву приготовил, через него рождается благословенный Сын Отца Небесного народа. Да расскажи дочерям своим, близким. А ты не просто лечи болячки-коросочки. А каждому скажи, душа больная привлекает болезнь. Нездоровый теле, нездоровый дух бывает. И расскажи им о Христе, о любви его. Ты паси их там. Да мало ты о жизни наполни. Вот не бойтесь исполнять заповеди Божии. Господь еще больше может послать болезни. Видите, что делается. Лето только началось, а уже какие идут известия. Итак, благословенны мы, что до нас достиг голос Божий, проверяющий нас, любим ли мы его. Слава Ему, что мы имеем такого чудного пастыря и свиста. Аминь.